Всем привет, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале интернет-магазина Jarvis. Меня зовут по-прежнему Роман, и сегодня я подготовил для вас вот такую интересную приставку. Это у нас Vantar HK1 Max. Очень интересная приставка, достаточно хорошо себя показывала в предыдущих обзорах, которые я делал на нее. Ссылку на более подробный обзор вы сможете найти в описании и ознакомиться. Это у нас версия на 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт постоянной памяти. Причем сюда можно запихнуть флешку microSD максимум до 64 гигабайт. Сегодня я расскажу вам немного подробнее об этой приставке, и мы ее с вами протестируем, способна ли она без каких-либо проблем и с какой скоростью загружать 4K видосы на Wi-Fi соединений, а также напрямую через подключение к кабелям Ethernet. Ну а перед тем, как подключать эту Android приставку к монитору, я бы хотел немножко ознакомить вас с тем, какое же железо здесь установлено. Итак, процессор у нас стоит ROG Chip RK3318. Графика Mali 450 MP3. Достаточно популярная графика. И, по-моему, такую графику устанавливали в более, скажем так, простые модели других Android приставок, которые мы тестировали на этом канале. И, в принципе, я, честно говоря, не уверен прямо на 100% в том, что эта графика будет справляться. Поэтому и интереснее будет ее потестировать. Но радует то, что у этой Android приставки есть очень интересная фишка. Во-первых, она может работать с Wi-Fi роутерами на 2,4 ГГц, а также на 5 ГГц. И, мало того, эта приставка может быть сама Wi-Fi роутером. Да, это круто. Я думаю, вы удивитесь. Потому что сюда можно подключить кабель Ethernet, и она напрямую будет раздавать интернет на все ваши устройства в доме. Android здесь установлен в девятый, и есть две версии. 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ постоянной памяти. Это та, которая сейчас у меня. И есть более мощная версия на 4 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной памяти. С ценами вы можете ознакомиться по ссылке ниже в описании в нашем магазине. Но и еще немаловажный факт, это то, что к этой Android приставке вы можете подключить по Bluetooth мышь, а также клавиатуру, не говоря уже о геймпаде, и спокойно управлять ей, и использовать ее как персональный компьютер. Например, допустим, вы можете скачать какие-то документы с Google Play, приложения, и работать абсолютно полностью через клавиатуру и мышку. Мне кажется, это очень удобно. Ну а теперь я предлагаю подключить эту Android приставку по Wi-Fi к роутеру и протестировать скорость, а также проверим, способна ли она загружать 4К-видосы без проблем. Итак, я подключил по Wi-Fi соединению 2.4 ГГц, собственно, приставку HK1 Max, и сейчас предлагаю протестировать то, как быстро она работает. Вот такой, кстати, пульт у нас идет в комплекте. Также вы можете любой другой пульт купить по ссылкам ниже в описании. Я прикреплю вам самые популярные классные пульты. Если будет интересно, ознакомьтесь. Ну а теперь давайте проверим то, какая скорость, собственно, у нас есть на Wi-Fi соединении. Я вот здесь установил приложение Speedtest. Кстати, вы видите, достаточно быстро все откликивается на все нажатия. Мне очень нравится. Итак, запускаем приложение Speedtest и проверим, на что же способна эта приставка на Wi-Fi соединении. Достаточно долго загружается приложение Speedtest. Это, честно говоря, странно. Итак, давайте нажмем кнопку Go и посмотрим на результаты этого теста. Так, по-моему, она не нажалась. Нужно переключиться на режим мышки и курсором в таком случае нажать на кнопочку Go. Так, я вроде бы нажал, и теперь у нас пошел тест. Давайте посмотрим, на что же она способна. Еще раз хочу напомнить, у нас идет Wi-Fi соединение, поэтому здесь результат, скорее всего, будет от 10 до 30 Мбит в секунду на скачивание файлов. И да, как вы видите, у нас показывает 12,6 Мбит в секунду скачивания файлов. Достаточно небольшой результат, в принципе, можно было бы, конечно, сделать и побольше. И 24,5 Мбит в секунду у нас скорость загрузки файлов в интернет. Итак, хорошо, с этим мы все поняли. Теперь давайте посмотрим, способна ли эта приставка загружать 4К видео на YouTube напрямую через Wi-Fi. А потом протестируем это все напрямую через Ethernet. Итак, смотрите, я нашел одно из самых популярных видео. Давайте мы его запустим. 4К, скорее всего, сразу у нас подгрузится Full HD, и потом нам нужно будет переключиться на 4К. Я уже нажал, как вы видели, вот у нас видео начало запускаться, и, честно говоря, все это происходит недостаточно быстро, как мне кажется. Вот у нас загрузилась реклама, то есть раньше я вам показывал приставки примерно того же ценового диапазона, которые срабатывают намного быстрее. Можете посмотреть у нас ролики где-то вот здесь, вот я вам размещу ссылочку, обратите на него внимание. По-моему, очень достойная приставка. Итак, видос у нас загрузился, все работает. Теперь давайте проверим качество. Да, качество, как вы можете заметить, у нас автоматически подтянулось 1080, 60 кадров. Давайте переключаем на 4К и посмотрим, как быстро у нас все это загрузится. Все, 4К начало грузиться. Еще раз повторяю, что это Wi-Fi соединение. Если загрузится 4К и не будет как-то глючить, там подвисать, подгружать, то, значит, приставку мы одобряем в таком случае, именно для просмотра 4К видосов, и можно будет ее смотреть. Но обычно, когда вот так долго загружается, то это уже не самый хороший знак. Так, у нас загрузилась, но мы видим прямо сейчас стоп-кадр. То есть, сама приставка, как бы, она в видео вроде загрузилась, но у нас периодически всплывает вот это колесико, которое показывает загрузку. Ну, это значит то, что с 4К действительно достаточно сложно. Вот это те сомнения, которые у меня и вызывала вот эта графика Mali 450. Она вроде бы хорошая, приставка достаточно недешевая, но эта графика, как по мне, именно с 4К не очень хорошо справляется. Как вы видите, 4К видео до сих пор у нас не может загрузиться. Не самый хороший результат. Если у вас будет версия на 4 гигабайта оперативной памяти, это будет, конечно, работать немного быстрее. Но все-таки, мне кажется, что именно эта приставка для 4К не подходит. Лучше брать и запускать только Full HD. Хотя, опять же, как много людей смотрят 4К? Напишите в комментариях, смотрите ли вы 4К или же нет. Ну, а я предлагаю теперь подключить приставку напрямую через кабель Ethernet и протестировать, сможет ли она загрузить без проблем 4К видосик. Итак, я подключил Android приставку HK1 Max напрямую через кабель. Вот, собственно, вы видите, как это, конечно, некрасиво смотрится, но да ладно. И давайте запустим следующее видео для того, чтобы не возникало никаких сомнений о том, что, может быть, видео подгрузилось или еще что-то. Вот, нажимаем, вот у нас Норвегия, и давайте посмотрим, сможет ли все-таки на кабель напрямую все это запускаться. Итак, видосик у нас запустился достаточно быстро, но теперь давайте проверим качество. А действительно, качество-то у нас, ребята, 4К, смотрите-ка, без проблем. Вот, пожалуйста, 2160p, очень круто и максимально неожиданно. То есть, если действительно будет все очень хорошо, а очень хорошо, по-моему, сейчас нет, потому что видосик, по-моему, на стоп-кадре. И я не нажимал паузу. То есть, давайте перемотаем, чтобы вам прям видно было. Вот куда-нибудь сюда мотанем, ближе к серединке. Все, оп, нажал. Так, у нас дальше подгрузка пошла. Смотрим, как быстро загрузится. Потому что стартанула, она очень хорошо и прям сразу загрузила 4К. Но, Mali-450, ну, все-таки есть вопросы к этой графике. Давайте ждать. Так, хорошо, напрямую через кабель и сейчас проверим спид-тест. Я почему-то забыл это сделать в самом начале. Но по скорости, я уверен, что проблем, в принципе, не должно быть. Потому что все приставки напрямую на кабеле показывают скорость около 80 Мбит в секунду и на загрузку, и на отдачу, там, между 80 и 90. Тут, я уверен, все будет точно так же хорошо работать. Но графика GPU банально не справляется. Банально эта графика не справляется. Теперь, смотрите, давайте просто, чтобы у вас прям вопросы отпали все сразу. Я поставлю качество, например, 2К и посмотрим, как быстро у нас справится она. Вот сейчас стоит 2К. По идее, с 2К проблем не должно быть. Мне так кажется. Да, действительно, смотрите, 2К вас производит без каких-либо проблем. То есть, обратите внимание, что если вам прям нужно реально 4К, то рекомендую посмотреть на другие приставки. Также есть видео на канале. Обязательно заглядывайте эти тесты. Но, в принципе, с 2К справляется вообще без проблем. Хорошо. Ну, действительно, все круто. Окей. Теперь давайте проверим, сделаем спид-тест. Заходим в приложение. Все, видите, здесь быстро, плавно работает. Мне это нравится. Загружаем приложение. Кстати, проверим. Ну, а сейчас оно достаточно быстро загрузилось. Прямо намного быстрее, чем в прошлый раз. Это у нас предыдущие результаты 12.6 и 24.5. И теперь давайте мы посмотрим напрямую, какие будут результаты через Ethernet кабель. Так, запускаем и смотрим. Все, тест у нас запущен. И поехали. Я уверен, что результаты по скорости будут прям хорошие. Даже действительно очень хорошие. Смотрите, показывает за 90 Мбит в секунду. Это очень хороший результат. 90 ровно. Смотрите-ка, действительно, ну, отлично. По скорости проблем никаких нет. Единственный вопрос, это только процессор и графика. Даже больше не к процессору, а именно к графике. Потому что с процессором... Кстати, насчет процессора. Я не видел другую приставку пока что с этим процессором. Но в следующий ролик у нас будет как раз таки про новую приставку H96 Max. И у нее стоит точно такой же процессор. И, кстати, точно такая же графика. Проверим, будет справляться или нет. Возможно, это как-то будет зависеть. Итак, результаты 90 Мбит в секунду и 93, можно сказать, 92.9 Мбит в секунду. Результаты вот таки. Итак, дорогие друзья, наш вердикт по приставке HK1 Max. Что я хочу вам сказать. Приставка очень крутая. Работает со всеми Wi-Fi. Сама может быть Wi-Fi роутером. Можно подсоединить клавиатуру, мышку и пользоваться через, например, вон Mozilla установлено. Либо же через Google Chrome. Как вам будет удобнее. То есть прям полноценный стационарный компьютер для вас будет. Рекомендую брать версию на 4 ГБ оперативной памяти, чтобы работала немного пошустрее. И единственное, что в чем проблема, 4К видео. 4К видео воспроизводить не будет. Но 2К без проблем все будет четко. Ну а с Full HD, естественно, никаких проблем совершенно не возникнет. Итак, дорогие друзья, на этом у меня все. С вами был, как всегда, Роман и канал интернет-магазина Jarvis. Ссылочки на эти и на другие приставки я оставляю ниже в описании. Обязательно заглядывайте к нам на сайт. Всего вам хорошего. Всем пока.